у вас есть кумиры есть я не могу назвать это словом кумир хотя наверное но здесь подходит но человек на которого я обращал внимание и в детстве и в юности и сейчас молодом возрасте человек на которого иногда не то что иногда достаточно часто равняюсь это сергей бодров матч я понимаю что младший почему вы не знаю для себя можете ответить могу вы знаете из всех российских актеров ну именно из российских я думаю этот человек мне ближе всего и по духу и по тому что он говорит и потому что он делал и как он это делал я думаю что та искренность которая идет из этого человека откуда-то изнутри которые обладают крайне мало вообще в принципе людей потому что пытаются это всегда закрыть и ни в коем случае никому не показывать и это у него есть и он это никогда не скрывал и всегда это не то что показывал он так жил и так играл многие называют это не игрой абсолютно проживанием каким-то существованием во первых таким документальным в кино и во вторых та энергия которую излучал именно искренняя какая-то энергия она подкупала людей поэтому за ним там полстраны пошло и окрестили его сразу героем нашего времени вы все-таки вы считаете и элемент того что он так трагически ушел он имел значение в создании того культа вокруг бодрова то что вот он то ли погиб то ли не погиб а если погиб то погиб в общем то конечно мило это мысль и этот вопрос которым я тоже задаюсь очень часто и я просто себя иногда спрашиваю ну хорошо вот например там кто-то из людей возьмем если мы сейчас говорим про сергей бодрова например он бы не умер он жил бы среди нас сейчас каком бы кино он снимался кем он был чтобы он делал он выбрал режиссерский путь и под и понял наверное и как-то внутренне почувствовал что может быть он более честный в дальнейшем будет по отношению самому к себе самого к себе выбрал режиссуру я неплохо знал сергей там светлану его вдову или жену знаю и вот меня всегда поражало наличие в нем вот тоже точно за это контента содержание что вот он действительно вот завораживал при том что вот как мне кажется от актер то он играл всегда ну условно говоря ну самого себя то есть вот перевоплощение никаких как бы не был мне кажется это не ваш случай пусть чтобы это умеете ну то что называется играть я бы я понимаю чем вы говорите но одно же другому не мешает да но вот и вы пытаясь вот это у меня удивило потому что но если вот мы про гамлета я верни упомянул смоктуновского для меня спутки прежде всего если мы говорим про кино это вот гамлет я не очень представляю вот бодрова гамлет то есть я представляю что это опять же был бы такой вот не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений доделев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24